Здравствуйте, меня зовут Игорь Сахаров и это школа фотографии Godox School. Сегодняшнее занятие будет посвящено макросъемке. В данном случае мы будем снимать монету, ровно один юань. Мы в качестве источника света я буду использовать вспышки AD100PRO, ровно три штуки. Для чего? Значит монету я размещаю на стеклянном столе из черного стекла, чтобы у нас ничего не отвлекало, для того чтобы было легкое отражение от этой монеты. Но монету я не кладу полностью на стол, а я под монету слегка подкладываю какой-нибудь предмет, чтобы она была, немного смотрела в сторону объектива. Для чего? Для того, чтобы у меня не совпадала плоскость стола и плоскость монеты, потому что я буду высвечивать саму монету, чтобы этого жиблика не было на столе. Соответственно, я по бокам размещаю два стрипа, 120 стрипы, которые у нас высвечивают все выпуклости, которые есть на монету, а это надписи, цифра и так далее. То есть я на одинаковом расстоянии, на одинаковой высоте ставлю чуть-чуть, чтобы вот она была над монеткой, слегка, но косым светом высвечивала всю фактуру этой монеты. Тогда посмотрим, как по одной у нас начнет работать. И вот мы поставили стрип справа, он высветил у нас правую грань и начинает высвечивать все выпуклые части только с правой стороны. И вот у нас пошла отрисовка по единичке. Все. Для того, чтобы замкнуть объем, мы должны поставить свет слева. Давай посмотрим, как слева отработает у нас стрип. Вот мы поставили стрип слева и пошла засветочка у нас с левой стороны. И опять же, все наши буковки засветились. И теперь уже единичка светилась слева. И вот у нас, когда работают одновременно два стрипа, у нас получается уже абсолютно хороший объем. Вот у нас высочено. Все буковки очерчены хорошо, то есть все выпуклые части у нас засветились. Но у нас не хватает немного засветки по центру монеты. Теперь мы получили свечение выпуклых частей этой монеты. Но у нас провал идет по центру. Для того, чтобы высветить центр, нам нужно применить еще одну вспышечку. Тоже возьмем AD100PRO и на нее наденем соту, которая идет в комплекте насадок. Камера у нас расположена слегка под наклоном. Соответственно, закон простой. Мы не светим, мы отражаем. Вот в этой монете мы отразим пятно, которое у нас даст AD100PRO с надетой сотой. Соответственно, камера под наклоном отлетела и улетает вон туда. Мы ставим фростраму. И за фрострамой размещаем эту вспышку с насадкой сотовой и делаем маленькое-маленькое пятнышко, чтобы это пятнышко отразилось только в центре этой монеты. Потому что монета сама небольшая. Соответственно, пятно должно быть небольшое. И вот на вспышку AD100PRO я надеваю вот такую сотую насадочку из набора и направляю пятнышко во фростраму. Значит, смотри, если пятнышко окажется большим и будет засвечивать ровно всю монету, можно сделать одну вещь. Из черной бумаги или из черной фольги можно сделать вот такую маску с дырочкой меньшего диаметра. Мы надеваем ее на вспышку и пятно у нас становится значительно меньше. И все. Это пятно мы уже приближаем к фростраме. И вот ровно это пятно отразится в нашей монете. Нам не нужно засвечивать ее всю. Нам нужно засветить фрагмент. Вот здесь я поставил соту, но она оказалась велика для этой маленькой монетки. У нас засветилось абсолютно все. Я не хочу так засвечивать. Хочу, чтобы у нас был светотеневой переход по монете. И я надеваю нашу масочку и в результате у нас уже часть монетки засвечена, а часть монетки ушла в темноту. И таким образом у нас хороший объем по монете. Все читается, все видно и монета привлекает к себе внимание. Так как у нас камера находится под наклоном, у нас не будет полной глубинной резкости. Потому что диафрагму ставь восьмерку, это рабочая диафрагма для камеры full-frame. И соответственно нам нужно сделать стекинг по фокусу. То есть сшить несколько кадров с разным фокусом, с изменением. И таким образом ты можешь использовать любую программу, которая делает стекинг. И тогда у вас все будет в резкости и кадр будет привлекательным. Таким образом мы получили разные абсолютно варианты монеты. Сделай их как минимум три, чтобы показать заказчику, что больше понравится. Таким образом ты достигаешь своей цели и снимаешь разнообразные кадры. При этом изменений немного. Но ты уже сразу можешь показать разные варианты. Потому что неизвестно коллекционер какой выберет, какой вам больше понравится. Вот по такому же принципу я снимал медаль. То есть пятно направлял так, чтобы у меня было высвечено рисунок. А где небо, там уже больше в темноту уходило. Опять же, выпуклые буквы у нас засвечены с помощью стрипов. Принцип такой же. То есть способ работает сто процентов. Вот примерно по такой же схеме снята и вот эта лазерная указка мощная. Тоже металл. И идет мягкий свет через фрост раму и жесткие блики идут от стрипов. В принципе схема довольно-таки универсальная. можно снимать не только монеты, но и многие блестящие полированные объекты. И опять же, вот предмет уже отличается довольно-таки сильно от монет. Но тоже металл, камень и стекло. И принцип тоже самое. Два стрипа и работает мягко. Сота сквозь фрост раму. И получается замечательный результат. Так что способ очень работающий. Таким образом, с помощью набора из трех вспышек мы смогли снять красивую монету. То есть ты всегда эти вспышки можно взять с собой на выезд, снять у коллекционера или в студии. Для этого большая мощность не нужна. Эти вспышки подойдут для такой работы великолепно. Желаю удачи. Счастливо. Пока.